Привет! Я Юрия, художник из Лондона. Сейчас летний сезон и очень много кому интересно, где же они могут остановиться в Лондоне в хорошем отеле по приемлемой цене, потому что Лондон очень дорогой, центр Лондона просто зашкаливает по дороговизне. Я нахожусь в отеле Comfort Inn в Висминстере около станции Виктория. Рядом со мной менеджер Анна и Мухаммед. Доброе утро. Видите, он прекрасно говорит по-русски, Анна тоже говорит по-русски, поэтому, я думаю, это будет очень интересно русскоязычным туристам. Анна, будьте любезны, расскажите, пожалуйста, что хорошего в вашем отеле, чем он так хорош для путешествий, как и почему надо остановиться именно у вас? У нас замечательный ресепшн, люди на ресепшне. То есть мы всегда стараемся предоставить людям комфорт в плане помощь. У нас очень хорошо относятся к людям, и поэтому я считаю, что Custom Service у нас действительно на очень высоком уровне. Наш отель эконом-класса, поэтому в отеле очень обычный, в том плане, что у нас только Bed and Breakfast. Брекфаст в данный момент у нас не работает, после COVID закрыли в breakfast room, но в ближайшем будущем мы думаем, что скоро у нас будет опять брекфаст, то есть у нас исключительно только комнаты, можно в баре купить воду, можно какие-то напитки, алкоголя нет. Также у нас можно посидеть, посмотреть телевизор в отеле, то есть как можно в ресепшне посидеть, в комнатах есть уже телевизор, на этом мы все покажем. Есть Wi-Fi, он бесплатный, поэтому если кто-то приезжает, работает на компьютере, очень удобно здесь сидеть, Wi-Fi хороший, и все бесплатно. В данный момент происходит в Брекфаст в этом комнате, поэтому у нас немножко вот такой дикорейщий. Есть Ice Machine, то есть здесь лежатка, можно лед взять в комнату. Сейчас мы пройдем и снимем комнату. Что, очень даже симпатичная? Мы едем наверх снимать комнаты. Слушайте, у вас много комнат, 300 комнат. Угу. Давай. Вот это двинь комната для двоих. Ну, есть все, есть кровати, есть душ, есть даже фен. Кондиционеров, к сожалению, в нашем отеле нет. Во многих отелях здесь их нету, поэтому спасаемся от жары вентилятором. Вот. Ну, кровать можете сами видеть, то есть обычное стандартное белье, подушка, а если нужны дополнительные подушки, можно всегда на ресепшене спросить. Телевизор, столик, телефон можно позвонить, даже не ходить, вам принесут подушки. Чай, кофе. Очень удобно, вы видите, да? Столик для косметики. Привет, можно сделать тут макияж себе. Опять-таки лампы, вентилятор, свет, розетки, чайник. Очень удобно, все под руками. Ну, это туалет, то есть туалет. Ну, туалет тоже, это душ, душ вместе с туалетом. Достаточно тоже маленький, но если вы приезжаете в Лондон и нету столько много денег, можно всегда здесь душ принять, поспать. То есть экономное путешествие. Добро пожаловать. Мы находимся в центре самого города, то есть вам не нужно тратиться ни на такси, ни на автобусы. Везде можно дойти пешком. Таня, конечно, очень старая, поэтому и отель сам такой уже не новый, но в ближайшем будущем, я думаю, где-то, наверное, в следующем году у нас уже будет рекабишмент. Хотели до, еще в прошлом году, но, к сожалению, из-за ковида, ничего не получилось. Вот такой вид. Практически мы на самом верху дома. Отлично, хороший вид. Вы видите, Анна с удовольствием нам показала комнату на двух. Ну, комната, да, размер маленький, но с другой стороны, в принципе, как экономный бюджет, она сказала, все отлично. Я вижу уже, что одеяло подушки толстые, то есть не такие тоненькие синтепоновые. Удобно, да, удобно. И мы пойдем снимать другую комнату. Эта комната у нас на троих, можно, конечно, и на двоих, и на одного человека. Она побольше, сами видите. Здесь двухспальная кровать и односпальная. Ну, подходит с семьями, с детьми, к примеру. Или друзьям каким-то там, не знаю. Души все одинаковые у нас. То есть, вид из окна, ну, на плавную дорогу. Вот. Но, в принципе, комнаты все у нас чистые. То есть, basic, но все чистенько, аккуратненько. Денег не так много, а съездить хочется, то, я думаю, вам именно к нам. Потому что, в первую очередь, в нашем отеле, конечно, customer service. Это у нас такое самое сильное, я считаю. Потому что у нас все люди на ресепшене очень хорошо относятся к клиентам. У нас нет грубиянов. Так что, поможем, расскажем, покажем. Направим. Так что. Ну, вот, ребята. Анна нам прекрасно рассказала про гостиницу. Я сейчас просто задам немножко вопросов, которые меня интересуют, например, как туриста, да. И спасибо большое, что вы нам все это показали, мы все это посмотрели. Я думаю, нашим зрителям будет интересно, Анну, узнать про, как у вас охрана в отеле, что с ключами. Вот, допустим, я приезжаю, как мне попасть в отель? Я звоню в дверь, и ключ у вас на ресепшене, я его могу забирать с собой, уходить гулять, приходить ночью. Например, я возвращаюсь, дверь открываю или звоночек у вас, кто-то дежурит в отеле. Ну, отель у нас работает 24 на 7, то есть двери отеля всегда открыты. То есть приезжать можно, если у вас ночной вылет, вы можете и ночью приезжать. То есть всегда кто-то есть на ресепшене. Ключи выдаются в каждой комнате, исключительно у нас аппарат, который делает ключи. То есть в другие комнаты просто с этим ключом не попадешь. Вы можете его забирать с собой, можете оставлять. Некоторые люди боятся потерять, поэтому они оставляют. Другим проще его забрать, чтобы, не дай бог, бояться его оставлять там на ресепшене или что. То есть на ресепшене сидит человек круглосуточно. Ребята, это просто прекрасно. То есть даже если вы потеряете ключ, вас все равно пустят домой. Кстати, а если они потеряют ключ, какая-то будет чарджинг какой-то, что-то они штраф какой-то за это будут платить? Нет, у нас карточки, то есть мы не... А, просто магнитится новая карточка? То есть здесь не ключ, а карточка? Ну, в общем-то, как у вас со случаями воровства? Что с этим, как вот? Ну, слава богу, такого воровства у нас никогда не было. В принципе, здесь всегда полиция ездит, камеры повсюду на улице, поэтому... То есть безопасно? Безопасно. Со своей стороны, значит, вот как бы по поводу района... Я так понимаю, про полицию ездить, это вы про сам район Весминца? Да, да, про район, конечно. Да. Вообще, вообще так между нами. Весминцам на первом уровне, на первом месте по уровню преступности в Лондоне. Уже извините. Но с этим ничего нельзя сделать, потому что это центр туристов. Здесь просто миллионы туристов и дорогих домов, поэтому это всегда тут было так. Ну, ну, как бы приезжают все равно. То есть, правильно вот Анна сказала, что здесь на улицах много полиции, они ездят, конечно, пытаются это как-то все делать. И очень важно, что в отеле хорошая служба безопасности, и вы можете себя здесь чувствовать совершенно комфортно в этом плане. То есть вам не грозят неприятности. Правильно? Да. Ну вот. Спасибо большое, Анна, за то, что вы нам сделали такую экскурсию по отелю. Ребят, ну, за такие... Кстати, по деньгам. Ну, так как сейчас в Инглдон, сейчас цены, конечно, зашкаливают. А в принципе, ну, дабл комната на двоих человек где-то. Ну, 120-130. Ребята, это даром. Ну, зависит от того. Поверьте мне, для центра Лондона это даром. Здесь 10 минут до Букингемского дворца, 10 минут до Биг Бена. Ребята, это даром. 120 фунтов это даром. Ну, да. И еще хотелось бы добавить, что лучше всего, конечно, нас, если вы будете, то есть, делать Букинг Директли. То есть, либо звонить, либо через имейл, потому что так мы можем знать больше, какая комната вам нужна, сколько человек, есть какие-то предпочтения или нет. То есть, мы предпочитаем больше людей обслуживать наверняка. Прямые контакты отеля вы найдете в описании под этим роликом и, собственно, на экране. И вот, пожалуйста, звоните, пишите напрямую. Русскоязычный персонал с удовольствием тут вас встретит, выслушает ваши предпочтения. Возможно, у вас будут какие-то свои запросы. Они готовы с вами обсуждать это. Возможно ли предоставить вам вот такой сервис. Может быть, за дополнительную плату, может нет. У каждого, знаете, свои интересы. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Анна. Ну что, дорогие зрители, путешествуем. Спасибо. Мы едем в лифте, вы видите, нестатичный, спокойный. Очень хорошо. Ну вот, дорогие друзья. Мы провели маленькую экскурсию по отелам. И как-то давно, пожалуй, в клубах. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok